друзья всем привет коротко расскажу о том что было сегодня сделано а фоном пойдут кадры так то есть чего начали техникам было нанесено два слоя грунта 634 он показал как делается припыльный слой в случае возможности оконтуривания какого-то сложного покрытия если провелись альвент тесту показал что нижнее покрытие активное разбавителю изначально сюда припылил показал что тоненько быстро высохла и дальше работаем первый слой грунта мокро второй слой грунта мокро грунт натягивается тоненько на реально шагрени в принципе нет о 400 к на машинке тернули но по этому грунту я уже делал обзор и я показывал грунт реально натягивается без шагры по толщине от 80 до 115 микрон скакнула в разных местах с двух слоев в этом месте грунт прикольный а забыл что самое главное таскать грунту грунт прикольный в зависимости от использования твердителя грунт можно использовать как наполнитель для шлифовки так и версии мокры по мокрому прямой адгезик пластику не имеет далее окрашивали вот это крыло в переход эту часть окрашивали этой же краской но ее чуть-чуть под колорировали но буквально чуть-чуть мы пытались уговорить чтобы больше сделали разнотон не смогли небольшой разнотон стык есть у пластин но типа прикол в том что переход без использования биндеров без ничего дополнительного использования вот получилось сделать все нормально юзали очки разные не помнишь с как там по лаком пашка а какой это был лак номер 89 894 лак юзали ультра х с на нем был небольшой потек сейчас я его покажу вот тот который мы сейчас спиливали из самого такого что интересно попробовать это что потек за одни сутки высох так что через шпатлевку его получилось спилить но катер именно в моменте где вот тут самого низа вот самого низа над ногтем капля катер там еще не брал то есть он был свежеват там где просто срыв пошел там катер взял ниже только через шпатлю взяли ну лак наносится довольно таки прикольно я и карыч пробовали его отдельно наносить как бы первый раз этот лак не пробовал карыч полтора слова на него все четко я в один слой навалил тоже все четко растянулось а пыл проглотил кстати а пыл проглотил вот здесь можно показать походим в тишину вот здесь можно неплохо глянуть это один слой лака ультра х с натянулся классно снизу специально перегрузил допом перегрузил еще один слой пошел надрыв по конту потянуло сверху через три минуты сделал на пыл посмотреть как он проглотит свой собственный опыл а проглотил он его так что короче я знаю что вот тут у меня был собственный опыл в принципе найти его но почти не получается еле-еле видно такую разность шагрени здесь и здесь но реально почти почти ничего нету можно даже не полировать то есть опыл в течение там четырех минут глотает нормально желательно конечно его делать термо удар то есть просушить в камере далее идем далее наносили это фланер на тест панели фланер разным методом из пистолета для конкретно то фланера как антигравийник двумя способами 1 мокрый второй полусухой где еще одна панель жака куда еще панель унесли сейчас принесут панель покажу и то же самое здесь сделано то есть тот первый и второй слой нанесены с дюзы 1.8 с добавлением разбавителя 15 процентов первый мокрый 2 мокрый получается такой ровный глянчик мелкая мелкая шагрень ну как глянчик ровная поверхность полумат меленькая шагрень второй образец подпишет вот указано 1 полный на 2 барах 2 на 05 барах нанесенный а дюза 1.7 ошибся не 1.8 разница во втором случае получается такой сухой мат то есть глянца но в принципе практически нет не видно разные вообще на ощупь по ощущениям поверхность разный эффект но ухты не падайте разных эффект нужно достичь используя просто разное давление разному кроту слоя вот разница в полутора слоях и в двух полных слоях материал один и тот же пистолет один тот же давление тоже было одно и то же сейчас принесут капот на котором юзали шпатлевки на цинковое покрытие я сейчас покажу где-то тут где-то тут должна быть богевская пластика также наносили шпатлевку по пластику у меня тоже есть эти все тесты паш прошло уже реально часов наверное 4 точно прошло самые из таких моментов что ее можно как бы смело причем это запручиваю реально смело вот так и свернуть из всех шпатлевок которые я юзал ну не сворачиваться так шпатлевки по пластику без проблем то есть реально и из того что я пробовал по пластику это действительно самая классно трущаяся шпатлевка и как она себя держит тоже проявляет себя прикольно далее цинк цинк были тут тесты по цинку то есть на его наличие скажем так капают медным купоросом нам кстати так и не признали чем копают но по цвету похоже на раствор медного купороса и видно по его скорости окисления есть цинк или нету цинка то есть чтобы понять как уж шпатлевку применять не вот здесь облегченная шпатлевка которая имеет это гези икцинку видно что выход ровнее все нормально двести вторая шпатлевка который имеет от дез cor Bei simplicity тоже выход все нормально это она не сказали какая шпатлевка просто принципиально она не имеет от гези икцинику выход оборваны ногтем подрывается даже с тем учетом что уже прошло тоже часов в 5 наверное шесть шесть нет от 4 до 5, то есть к цинку, ну, метод в ЕЗИ. Интересный довольно-таки тест, я первый раз увидел, что таким способом. Кстати, чего все-таки капали на капот? Ну, я понимаю, что возможно, но что? Ну все, тайна раскрыта. В общем, все, что мы на сегодня потестили, целый день ушел. Большую часть сделали, конечно, не мы, мы с Карычем только крылья облили. Это я лил крыло, это Карыч в полтора слоя лил крыло. Палачок себя показывает, в принципе, одинаково. То есть шагрей на нем растягивается вне зависимости от того, сколько слоев накинул. Ну, Карыч накинул реально первый сухой, второй влил. Я просто сразу влил. Смотрится все одинаково, достойно. На этом вроде все. Сейчас мы там порасписываемся на фотографиях. Сделали общую фотку. Ооо, на каждой! ну такая движуха по-своему веселая вроде все нормально в принципе ну можно вопрос цены знаешь вопрос цены же в принципе все поэтому все по тестам прям сильно что-то нового допустим для себя кроме лака этого ультрахаяц опять забыл номер и ничего не узнал ну именно нового глянули по лаборатории тоже прям радикально нового нам ничего не показали все тоже самое мы увидели на другом заводе на которой мы уже были интересно есть некоторая продукция интересный отбор продукции то есть тесты проводятся пару тестов кстати ногу по шпатлевки видели ничего глобально интересного но они есть и отдельным видео выпущу закрою скажем так вопрос по поводу кислотника и эпоксидника технолог компании body коротко и ясно ответил на него все на этом все всем спасибо за внимание удачи пока это галванье каноника с этой стороны галванье говорит как обычно и здесь мы сняли галванье как и здесь допустим это обычная жестянка а что это а что это а а это а а а а смысл тогда мы же это дома не сможем повторить какое то какое то то что это на не нет понятно почему не это как это вот здесь на где-то это все на или в одной из двух стагонов, в одной из двух стагонов, в первых стагонах это значит, что уходит оксидный, и здесь происходит проблемы с просьбой синий ростокон на поверхности. Я уверен, что это хлорная железа. Поэтому мы, все Галвании, Две сидыростоки, которые не будут создавать проблем в этой ситуации. Есть две наши пакеты, которые создадут какой-то проблемы. И в последнее время, потому что мы тестировали очень много галваний. И в последнее время, мы продолжаем это делать. И в последнее время, мы будем следить за технологии. И мы будем следить за технологии. И чтобы предоставить нашим клиентам, что лучше будет. И в последнее время это происходит. Теперь мы сделаем еды, потому что Let's make 2 сидыросточки. Один сидыросточки, который не будет с пробудом. И еще один сидыросточку может быть с хорошей�кой. И второй сидыросточкой может быть с хорошей обзор. И нужно смотреть вместе с последней монией с табли. Смотрите продолжение в следующей серии.